Всем небага и налага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожжа. С вами Жека и сегодня я хочу вам показать игрушку под названием Oxygen Not Included. Или же давайте ее просто называть Незадыхайка. Почему? Помните компанию Clay, которая сделала Don't Starve, не голодайку, так именно она же и сделала эту замечательную игрушку. Я уже немножко поиграл, я в восторге просто от нее. Знаете, чего можете ожидать от этой игры? Это местами Fallout Shelter, местами Craft the World, местами Derraria. Блин, это реально крутая игра, мне очень она понравилась. Я, как вы видите, немножко прожил уже три цикла, это три дня, грубо говоря, да? Я разобрался в игре, ну так, на поверхности, конечно, но тем не менее, она реально крутая. Мне безумно нравится рисовка, мне безумно нравится вся механика. Пока я никаких основных больших сложностей не встречал, ну кроме того, что, да, большая из меня сложность с английским языком. А так, не особо больших сложностей я не видел здесь, но тем не менее, игрушка реально крутая. Всем советую, ребят, она офигенная. Вам же, тем, кто не собирается его покупать, а просто посмотреть, ну ссылочка есть в описании, если что, не намекаю, да? Приятного просмотра, я надеюсь, она вам понравится, потому что она реально крутая. У нас идет генерация мира, и предлагаю, да, действительно, называть ее Незадыхайка. Придумал название не я, придумал название Ваня, Хантер Хрипер. Реально круто, ну типа Неголодайка, Незадыхайка. Вначале мы выбираем себе трех главных героев. Это не сильно большой имеет резон, но тем не менее, лучше к параметрам некоторым присматриваться, да? То есть, в любом случае, вот здесь у нас от стандартного типа идет очень хороший. Видите, он, ну он, он типа дышит, он хорошо дышит, да? У него, у него хороший прокачан диггинг, копание. Копание это достаточно значимо. Кукинг пока не очень, если честно, значимый параметр, потому что вначале у нас особо еды не будет кухни. У нас будет холодильник, из которого мы все будем доставать. Я ее, наверное, вот поменяю. Не очень, еще поменяем. Это какая-то уставшая вся, не очень. Медисин, интересненько. Ну давайте еще посмотрим. Вот диггинг, неплохо. Но у нее, видишь, она быстро устает, она быстро устает, это плохо. Но копание 6. Может быть этого, ну этот у нас певец, еще поменяем. Вот диггинг 8, но тоже быстро устает. Надо как-то, можно, можно мне как-то, чтобы и копало. Вот атлет, атлет неплохо. Атлетикс, может товарищ будет у нас бегать. Для чего нам бегать? У нас с ней будет генератор, с которым мы будем бегать. И выбираем, ну кукинг неинтересно, это неинтересно, атлетинг неинтересно. Ой, это еще хуже. Ой, атлеты не надо. Два атлета это много. Вот это неплохой параметр, смотри. Но она пугливая немножечко, да, у нас, я так понимаю. И выбираем трех главных героев и нажимаем. У нас идет прогрузка мира. И вы сейчас посмотрите, я в экстазе. У нас как в шелтере, мы появляемся где-то в земле. И будем копать, смотреть и выживать потихонечку. У нас видно, вот это наш только мир. Вот это все, что у нас видно. Ага, у нас тут под водой загенерировались растения. Они, естественно, сразу уничтожились. Что могу сказать о воде? Вода это нехорошо. Я не заметил больших каких-то сложностей, если вода у вас как-то затопляет. Потому что, затопливает, потому что мне это ничего не дало. И вот некоторые ресурсы, вот видите, допустим, здесь типа туман. Я не сказал бы, что если натыкаешься на такой туман, то плохо. Единственное, что плохо, иногда вот эти товарищи действуют сами по себе, когда их об этом не просишь. Вот это плохо, на самом деле. Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Наверное, давайте вот здесь вот так выкапывать. Окей, заставим их копать. У нас есть инструменты, как вы понимаете. Время, у нас тут есть непосредственно какие-то статики. У нас есть главный инструмент, который мы можем, да, что-то делать. Это копание. Это копание. Это самый главный здесь инструмент. Выкапываем сразу. И начально, когда мы собираем первые ресурсы, мы уже сможем строить банальные лесенки. Они нам очень сильно пригодятся, так что их сразу ставим. Лесенка это самый важный здесь, наверное, самый часто юзабельный инструмент, который у нас тут есть. И долгое время я не понимал, у нас возле лесенок есть вот такая замечательная... Тил. Тил. Я думал, это что-то типа картина. Но выглядит как картина. Банально. Это, оказывается, не картина. Я бы посмотрел вот сюда. Вот это что? Тил. Это пол. То есть мы можем ставить пол. Свой собственный. Я глупый или что-то, но я это сразу не понял. Это очень грустно. Так, ставим вот здесь пол. И сделаем здесь наши спальни. Будем делать наши спальни. Вот здесь сделаем оранжерею. Наверное, у нас будет здесь расти какие-нибудь растения наши. Надеюсь, это нам поможет или что-то в этом роде. И в первую очередь давайте вот это все копаем. Надо быть аккуратней. Здесь есть что-то типа песка. И как в любой другой игре, этот песок умеет падать. Он не ранит нас. Нет, песок нас не ранит. Но он падает на такие места или появляется на таких местах, где он нам не нужен. На самом деле, абсолютно не нужен. Песок это вот песок, собственно, такой беленький. Каждый у нас ресурс посвечен по-своему. Также у нас очень важный параметр. Смотрите, есть температура. Показано, где какая температура. Где теплее, где более-менее. Вот здесь, допустим, жарко. Но разные породы есть и разные виды получают. Или холодно, допустим. Вот здесь достаточно еще холодно на данный момент. И разные виды материала. Что-то есть губка, что-то в этом роде. И свет. Свет пока нет. У нас еще важная... Нет, вода это не то, не то, не то. Где растения, наверное, где лучше всего расти будут. И это что-то типа кислород. Где у нас кислород? Здесь много кислорода, по всей видимости. Здесь меньше. Здесь вообще нет кислорода, как видите. Здесь вот плохо с кислородом. Наверное, здесь они будут задыхаться или что-то в этом роде. Так, мне, пожалуйста, выкопайте то, что вы тут назасрали немножечко мне. Сделаем, наверное, здесь огромную площадку, где они будут спать. Где у нас будут новые товарищи спать. Это мы можем сделать вот так. И сразу, наверное, наставляем вот такие вот штучки, кроватки. Вот это мне еще испепелите. Вот это песок. В первую очередь, кстати, еще очень важно делать им склады. Чтобы не валялось вот это говно все по округе, да. Берем вот такие вот склады. Это можно так даже поставить. Это очень не круто. Берем, ставим... Да ну, как ты ставишь, алло? У меня соскакивает мышка. И вот так склады делаем. Четыре склада, в которые нужно будет назначать, что мы хотим, чтобы там собиралось. Наверное, поначалу желательно собирать абсолютно все. Это не особо важно. Так. Хотя, наверное... Убираем, не копаем это все. Не копаем это все. Не копаем. Не копаем. И не копаем. Хорошо. Копать, наверное, будем вот здесь. Потому что здесь у нас есть, как вы видите, очень значимая для нас порода. Так. И настраиваем им лесенки. Я немножко уже разобрался. Это очень-очень-очень интересненькая, реально, игрушечка. Продвигаемся, наверное, вот сюда. Тут у нас есть что-то типа растения. Для чего нам растения, спросите вы? Банально, ребят. Очень банально. Мы можем ставить горшки. Мы можем ставить горшки, которые вырабатывают кислород. Да? Если в них посадить правильное растение. Допустим, вот такие. Ну, наверное, это будет вырабатывать кислород. Но это, как говорится, не точно. Так. Здесь главное назначить теперь, чтобы оно собирало все. Или определенные вещи. Вот здесь надо убрать, потому что это мешает нашему, получается, холодильнику, чтобы до него достали. Можем... Наверное, все, наверное, пока будем собирать. И вот это тоже все собираем. Вот. Продвигаемся дальше вверх. Выкапываем вот это. Вот эти вещи. Так. Вот это все будем выкапывать, потому что это все нам пригодится. Это все нам очень сильно пригодится. Пока они работают. Пока у нас появилась теперь... Если не ошибаюсь, у нас появилась теперь медь. По идее, это медь. Но это не точно. Так. Вот так ставим. И ставим лесенки. Все. А по идее, это медь. Посмотрим. Вроде бы это была медь. Это копер ор, да. А это у нас уголь. Уголь нужен... На самом деле, не знаю еще пока для чего. Это грязь. Грязь можем оставить. Грязь никогда не упадет. Это замечательно. Тут все хорошо. У нас что это? У нас семена есть. До которых можно, кстати, достать. И с водой лучше не шутить, потому что она иногда даже переваливает за блок. Видите? Вот допустим. У нас вода вроде бы на этом блоке. На нижнем, да? На вот этом блоке, да? Но она немножко перевалила даже на этот. И даже на этот блок. Видите? Она немножко вверх как-то пошла. Я не понимаю, по каким законам физики действует данная игрушка. Но водичка тут иногда течет вверх. Возможно, это так и надо. Но это не точно. Я вот не знаю, чисто теоретически, если я... Тут растения, тут нет растений. Если я вот здесь пророю, может быть, у нас плохо немножко будет с кислородом. Но это опасно. Это опасно. Так, добываем ресурсики. Это все нам ресурсики нужны. На самом деле, очень жалко, что я вам не показал свои самые первые впечатления об этой игре. У меня, как всегда, я удачник. Я же удачник. Я удачник. У меня немножко похерилась запись. Вот. У нас левелапаются наши товарищи. Я, на самом деле, не понял. У него грязные руки. Ему это не нравится, что у него грязные руки. Он левелапался немножко, но я не понял, могу ли я им... Получается, ему статы как-то раскинуть. Или они автоматически раскидываются. Мне кажется, они автоматически немножко раскидываются. Так, посмотрим по... Угу. Вот это мы выкапываем. Вот это мы, наверное, собираем. Вот это мы выкапываем. И вот это мы пока не выкапываем. Для чего нам это собирать? Мы его посадим в вот этот горшочек. И у нас станет немножко лучше. Да? С кислородом и так далее. Так. Вот эту штучечку. Могу ли я там ее собрать? Нет. Я не могу ее собрать. Вот. Вот теперь могу. Вот. Собери мне ее. И вот это добудь. Все. Как только он донесет ее, смотрите, вот сюда. Вот она донесет ее сюда. Мы можем ее посадить. И все. Она донесла. Садим. Все. Больше пока ничего не можем. В такие горшки мы можем садить только вот такие вот растения. То есть вот они еще могут быть вот здесь, допустим. То есть дарыться до них надо. Чисто теоретически, когда я их посадил, тут видно, наверное... Не видно еще. Оно ничего не проворосло. Ну ладно. Давай-ка убираем лишние предметы. Пропала музыка. Меня это одного, наверное, напрягает, да? Так, смотрим. Тут дождя нету. Тут все хорошо. Везде плохо. Так, ночь наступила. Я им сделал кроватки. Наступила ночь. И они все легли спать. Пока ночь, можно что чем заняться? Можно придумать, куда что ставить, да? Так сказать, немножко проанализировать местность. И посмотреть наверх, допустим, у нас здесь еще растения. У меня была идея, теория, что если чем выше мы поднимаемся, получается, наверх, тем лучше у нас идет с кислородом. Ну что-то я в этом сомневаюсь. Потому что, если присмотреться, тут не видно у нас поверхности. Но мне казалось, что я видел поверхность в прошлой игре. А там был газ какой-то. И мне кажется, на поверхности нифига нет газа. Поэтому они и живут под землей. Собственно, логично, да? И пока ночь, можно либо посмотреть так, либо посмотреть, что лучше строить дальше. Что у нас здесь? У нас с кислородом. Немножко кислород, видите, взаимообменивается с вот этим газом. И у нас идет, получается, перемешка. Будет скоро вот здесь вот примерно одинаковое количество кислорода. Ну, скорее всего, как-то так это. И можно, на самом деле, вообще проще сделать, просто перемотать. Идет у нас быстрая перемотка, они спят, и все замечательно. Кто-то проснулся. У нее не хватало кислорода, наверное. Она потом и проснулась. Так, тихо. Также у нас люди, приближаются люди. Через 900 секунд, 900 секунд, у нас еще один будет четвертый человек. Так, добывайте, добывайте все это, добывайте. Новых я садить могу? Нет, нет. Это я могу cancel выйти. Тут садить ничего не могу. Окей. В любом случае, нам нужно уже потихонечку строить то, что мы хотим. А, хотим мы строить. Правильно. Генератор. Генератор нам очень сильно нужен. Предлагаю его построить вот где-то здесь, посерединке, чтобы он был. Ранжерея, может, и не получится здесь особо сделать. Но строить покамись генератор. И ставим, наверное, 4 батареи возле него. Вот так. Поставим 4 батареи. Вообще, строится потихонечку. Так, склады наполняются. О, я забыл самое главное им построить. Как я мог... Я забыл им туалет построить. Ёк-макарек. Они где-то погадили. Я не знаю, где они погадили. Построим вот здесь. Давай туалет построим. Я не знаю, как они погадили. Но они перехотели в туалет. Резко. Я забыл им туалет построить. Я настолько часто им туалет строил, что забыл об этом. Так, они... Ну, не заберите, как они гушают. Ам-ням-ням-ням-ням. Да-да-да. Вы уберите меня здесь, и я вам построю туалет. Я надеюсь, они не взорвутся. Прикинь, а если они не строят туалет? Они просто погадят. Мне, на самом деле, в этой игре это безумно нравится, что они... Эээ... Не... Что они гадят. То есть, ну, не нравится, что они гадят. Но, посудите, логично. Мы, мы, в Дон Старве, вне голодайте, где мы постоянно едим. Да, я знаю, что вам нужен туалет. Подождите. Достройте вы это уже. Давай, наверное, отменим некоторые постройки. Идите, выкопайте мне, я вам туалет построю. Так, где, где, где? Вот здесь. Давай. Да-да, сейчас будет все. Ну, потерпи чуть-чуть. Еще два блока убрать. Один блок. Да, ты издеваешься. Так, хорошо, убрали. Ставим туалет. Все. Делайте туалет. Туалет не делайте, а не собирайте. Господи. Вам же туалет нужно, ну. Сейчас быстренько сделаю туалет, и все у них будет замечательно. А здесь мы делаем, так сказать, электричество. Так. Не-не-не. Назад. Вот это убери. Проводим электричество, как в террарии. Собственно говоря, практически. Все. Подключено. И один человек у нас будет здесь бегать в генераторе. Так. В туалет кому-то надо, не? Вы хотели в туалет? Алло. Он прям здесь это сделал. Так вот, туалет стоит. Алло. Ну, что вы делаете-то? Они у меня описались. Серьезно? Серьезно? Это на что-то влияет? Они обоссались. Алло. О, побежал. Ну, конечно, нассал и побежал. Вот, туалет стоит. Чего мне нравится туалет? Я не понимаю. Конечно. Зассали мне тут все. Зассанцы. Убирать теперь кто будет? Интересно, вода уйдет когда-нибудь? Я представляю, как там вонь стоит. Господи, я ну еще сверху на них вот это вот. Окей. Так, батареи наполняются. Это хорошо. Давайте поставим, чтобы батареи наполнились еще две. Ну, три поставим для всякого случая. Есть. Все. Еще три. О, смотри, нифига, что-то выросло. Офигенное что-то выросло большое. Ох ты, макарек. Это что-то даже можно собрать. Собираем потом. Ставим батареи. Наполняем батареи побольше. Так, ну, смотри. Потихонечку испаряется эта жидкость. Зассанцы. Блин. Я реально не ожидал, что они засут мне все. Но это прикольно. Хотя бы не засрали, да? Вот, вот такой вот я плохой человек. Я наставил их немножко пописать. Окей. Давайте не будем разглаголиться попусту, да? И потихонечку будем строить то, что нам нужно. Во-первых. Туалет мы поставили. Это мы поставили. Давайте им поставим медицину. Вдруг им понадобится, да? Вот. Медицину. И тут еще есть, насколько я помню, вот, для массажа. Вот. Такую штучку. Это поставили. Все. Электричество забираться пошло. Мы можем, кстати, еще поставить что-то типа лампы. Это для уюта, скорее всего, больше нужно, чем для... Но, тем не менее. Что-то типа лампы. Она сюда не ставится. Сюда не ставится. Наверное, вот сюда поставим. Чисто попробовать. К ней нужно тоже электричество. Так что приводить к ней электричество тоже придется. Вот так. Единственный у меня вопрос. Интересно мне. А смогу ли я через эту штуку проводить? Наверное, смогу. Да. Наверное, смогу. Хорошо. Все. Электричество наполняется. Батарейки наполняются. Единственная у нас лампочка, которая будет... Сейчас свету мы к ней проведем. И она будет пока гореть. Это пока что единственный предмет, который у нас будет от электричества работать. Но в будущем, конечно, их станет больше. Еще у меня теория, если вот это убрать и сюда поставить дверь. Давайте это сделаем. Пока что я только этим занимаюсь. Всякими теориями, которые нафиг никому не нужны. Так. Лампочка загорелась. Хорошо. И сюда мы поставим дверь. Давай. Убирай потихонечку. У них такие лазерные пушки. Так. Моча потихонечку уходит вниз. И стекает. Или что-то в этом роде делает. Не знаю. У нас какие-то... Что-то делается. Воу-воу-воу-воу. Что происходит? Что происходит? Какая-то антиматерия. Нет? Тут как будто засыхает дерево. Не знаю, от чего. Но от чего-то засыхает дерево. Давайте ставим, наверное, предметы, которые нам нужны от... Работающие от электричества. Вот это нужно нам, работающие от электричества. Это производство что-то типа грибов или что-то в этом роде. Это пока не будем ставить, наверное, прямо сейчас. Хотя это единственное, что осталось, что можно поставить, да? И вот это ставим. Проводим к ним электричество непосредственно. Давай-ка вот так. Чпок. Пошла вниз. Есть. Все. Дверка у нас тут есть. И интересно, уходит ли оно или нет. Возможно, от электричества. Мне не нравится, что вот это тут моча. Дверь, я засанец. О, господи, боже мой. Заставил обоссаться своих же первых. Товарищи. У нас тут показывается билд. Показывается диктул. На гэ у нас диктул. Показывается... Навигацией мы можем управлять. Моб тул. И... Все, так. На гэ. На гэ. На гэ. На кэ. Угу. Понятно. Все понятно. Возможно... Слушай, это я могу вот так сделать, да? Вот, уборка. Слава яйкам. Я понял. Все, убираем. Убираем вот это говнище, что я тут натворил. Давайте, убирайте. Ты же мне что удумали. Давай. Все. Типа губками вымачивайте это все. А вот здесь, наверное, тоже надо все это поубирать, потому что что-то оно не очень как-то круто выглядит. Наверное, из-за этого растения немножко, да? По это. Так, электричество у вас есть. Тут делаем вот эти штуки. Я не знаю, что это, но мы что-то изучаем. Что-то пошло, наверное, в переработку. Так, батарейки потихонечку у нас тут работают. И... Здесь у нас что-то типа исследований, ребят. Я, честно говоря, не разобрался, как пока исследованием заниматься. Но... У меня... Ноу, что-то нету. Ноу. Ресурс таск. Какого-то ресурса, походу, нету, да? Это над R. Ну, собственно, да. Это тут... Чего-то у меня, короче, не хватает. Наверное, мозгов, скорее всего, как-то так. Так, потихонечку собираем. Да, смотри. Из-за того, что здесь была моча, растение... Чуть-чуть немножко не очень хорошо росло. Чуть-чуть немножко не очень. Хорошо, Женя сказал. И пришла ночь. И тем самым мы будем немножко заканчивать. Как видите, у нас растение растет. И оно, когда вырастет, оно даст свои плоды. И мы его, собственно говоря, скушаем. Еды у нас пока мало. Но, тем не менее, она пока идет. Вам огромное спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. На этом мы сегодня закончим. Мне игрушка безумно понравилась. Надеюсь, также она понравилась и вам. Мы потихонечку строим. Я вроде бы все правильно и логично сделал. Кроме того, что мы зассались просто. Но мы нашли, как убираться, да? Им типа сны снятся или что-то в этом роде. Очень замечательная, на самом деле, игрушка. Мне безумно она понравилась. Надеюсь, она понравилась также и вам. Если она вам действительно понравилась, то ставьте, конечно же, лайк. Пишите об этом в комментарии и, конечно же, подписывайтесь на второй канал, в группу ВКонтакте. Там очень много всего. Надо еще разобраться по поводу научной машины. Но я думаю, со временем разберемся. Всем спасибо, всем удачи, до скорого. И не задыхайтесь. Не очень, но со временем привыкнем. Пока.